Одна тысяча подписчиков. Что? Это у типа стока подписчиков? И такой инвентарь. Аккаунт ютубера-тиктокера хайгли. Рекордное время в игре. Аккаунт эンигматика. Пол миллиона подписчиков. У неё тут голды просто трындец. Сааууюм, алейкум. Узнали аккаунт? Что, что? Что, что? Что, что? Не, подождите, это прикол какой-то? Знакомьтесь, это тик-так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ножей! Не, я, конечно, всё понимаю. Бортан! Здорово всем, ребята, кентуха на проводе! И прямо сегодня будет нереально крутое видео, просто полный разнос. А знаете почему? Потому что прямо сегодня я зайду на аккаунты ютуберов, и не как обычно, просто на три аккаунта. А я зайду на целых пять аккаунтов ютуберов, начиная с самого-самого начинающего, у которого одна тысяча подписчиков. Заканчивая ютубером, у которых целых четыре миллиона подписчиков. Ну что же, ребята, присаживайтесь поудобнее, обязательно прожимайте лайк, это очень важно! Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем! Знакомьтесь, это Эл Брайер. Вы, наверное, о нём ничего не знаете. Я тоже о нём ничего не знаю, кроме того, что у него всего лишь одна тысяча подписчиков. Это, ребята, ютубер, ещё и плюс мой модератор. И он с любезностью согласился дать свой аккаунт на обзор. Ну что же, давайте смотреть. Первое, что я вижу, то, что у него 63 уровень. Ну, то есть, как мы понимаем, этот парень любит играть с сендов, у него очень много свободного времени. Также он школьник, его зовут Миша, поэтому, ребята, можно написать, Мишаня, привет! Так, давайте посмотрим, что же у него по голдпасику. Ничего себе, искал я себе, а он купил голдпас! То есть, получается, что ютубер, у которых всего лишь одна тысяча подписчиков, уже при бабках, потому что, например, у меня голдпаса нету, а у Эл Брайера есть. Окей, смотрим дальше. Что же тут у нас по статистике? Соревновательный режим. Голд 4. Ну, кстати, лучше, чем у меня, между прочим. Что же у нас в четвёртом сезоне? Мастер! Эл Брайер дядь! В третьем сезоне чемпион! А во втором сезоне обратно голд 2. Что же у нас по союзникам? Уже апнул Феникса. Красавчик, красавчик, просто машина! И по общему КД 1.78. То есть, как мы видим, играет он хорошо. Но не прям киберспортсмен, но и не прям полный нуб играет. Примерно выше среднего. Давайте посмотрим клан. Клан Маслята. Вы все прекрасно знаете этот клан, это мой клан. И, конечно же, это мой модератор. Он в моем клане, он ютубер, у него тысячи подписчиков. Ну, в общем, вы все поняли. Прямо сейчас давайте почитаем, что же пишет ютуберам, у которых одна тысяча подписчиков и личные сообщения. Го ММ. Го. У него даже никто не просит голдишку. Или просят. А ну-ка, давайте почитаем. Можно ли в клан? Ага. Пыжи, пыжи, пыжи. Можно с тобой подружиться? Ты такой крутой. Прими. Можно в друзья? Ха-ха-ха. Слушай, ну я бы тоже с ним подружился бы, да? Можно в ДР, можно в ДР. Слушайте. М-м-м-м-м-м. Маслята. Хорош. И, как я понимаю, все просто в шоке. Посмотрите, можно в ДР, я твой фанат. О-о-о, мы нашли его первого подписчика. Потому что все остальные мы писали в личные сообщения только из-за того, что он в клане Маслята. Ха. Как же это прикольно. Придем в друзья. Ну, в друзьях вроде все по дефолтику. Все нормально, все как обычно. Теперь давайте мы перейдем в инвентарь. Вот тут-то будет самое интересное. Давайте смотреть. И-е-е-е. Ой-ой-ой. Для ютубера, у которого 1 миллион подписчиков. Обалдеть, какой крутой инвентарь. Неверно себе, сказал я себе. Ребят, не, ну реально. У него всего лишь тысячи подписчиков. У него раз нож, два нож, две пары перчаток. И, притом, ножи не самые дешевые. Три косаря, один стоит. Второй ножник стоит два косаря. Обалдеть. М-16 новая. Кстати, новая М-16 очень красивая. Блин, у нее даже брелок конячки на этой М-16. Ну, дядь, ну неплохо. Давайте примерно посчитаем, сколько стоит его инвентарь. Обалдеть. АКР-12 геометрик статрек, который стоит тысячу триста. Не, ну инвентарь у него реально нормальный. Даже АКР-дрэгон статрек. Ничего себе. АВМ спорт. Четыре хвой наклеечки. Куда без этого. Оля, ребят, импа, импа. Даже есть USP, статрек, статрек, который тоже стоит четыре косаря. Слушайте, ну инвентарь реально солидный. То есть, ну не бомжатский, реально солидный инвентарь. Обалдеть. Даже есть граффити. Фаер-шторм пакт. Вау, ребята. Мне его аккаунт очень нравится. Очень прикольный аккаунт. Да, ну не супер дорогой. Но тем не менее. Это аккаунт ютубера, который всего лишь одна тысяча подписчиков. И примерно этот аккаунт стоит 30 тысяч голды. Ну, учитывая, что у него всего лишь одна тысяча подписчиков, 30 конвентарь, это обалдеть как круто. Давайте мы сейчас перейдем, ребята, в мои запросики. Но тут, как мы видим, мы ничего не видим. Поэтому можно выходить. И мы переходим на аккаунт следующего ютубера. Второй аккаунт, это, ребята, аккаунт ютубера-тиктокера Хайгли. Выскажите, кем ты пока? Так у него же 50 тысяч подписчиков на ютубе. Да, 50 тысяч на ютубе. Но 150 в тиктоке. А теперь считаем среднее арифметическое. Кто учил математику? 50 плюс 150 равно 200. 200 деливительно 2, получается 100. Поэтому я прямо сейчас нахожусь на аккаунте Хайгли. Это уже ютубер, ну так сказать, среднего звена. Не прям ноунейм. Я думаю, его многие знают. И при том, прикол этого ютубера, то что он еще и киберспортсмен. Внимательно посмотрите. В четвертом сезоне Элита. В третьем сезоне Легенда. Во втором сезоне Легенда. И в первом сезоне Мастер. Он реально очень жесткий. Я собирал дуэль, братва. Он даже меня выносил. Вы понимаете, насколько он жесткий тип. Союзников. В четвертом сезоне Легенда. В третьем сезоне Элита. Во втором сезоне... А, второго сезона не было. Смотрим дальше. Общая статистика. 2.19 кд. 6 тысяч часов онлайн. Обалдеть. Он, походу, день и ночь проводит стенд-оффи. Играет. Просто калибруется. И набивает себе ранг. Смотрим историю матча. Давайте просто посмотрим, как он играет. Я уверен, он играет очень хорошо. Давайте посмотрим. Ну, посмотрите, ребят. Он с мафиозниками играет. Чипуля в 4 кд. Обалдеть. Красавчик. А как он отыграл тута? Тут он отыграл в 1 кд. Ну, там, наверное, попались какие-то жесткие киберспортсмены. А как он отыграл тута? Это обычный мем. Тут он отыграл тоже почти в 2 кд. Поэтому, ребята, парень реально жесткий. Жесткая машина. И мне очень интересно посмотреть, какой же инвентарь у такого ютубера. И сколько он стоит. Давайте почитаем личное сообщение. Ну, ребята, это интересненько. Давайте почитаем. Давайте почитаем. Так. Пишут. Спасибо. Сколько твой аккаунт стоит голдой? О, дядь. Вот посмотришь мое видео на канале о кем-то ПК и узнаешь, сколько же стоит аккаунт Хайгли в голде. Смотрим дальше. Гоу Стрим Плюс. Видите? Он стример. Он даже стримит. Как он играет в ММ. Гоу ММ. Клан новый. Посмотрите. У него никто не просит голду. Просто никто. Даже скилл. Саша Скилл. Вы же знаете этого парня? Правильно? Это же киберспортсмен. А, кстати, да. Он в клане РЖЖ. Как-то забыл бы сказать. Посмотрите. Он в клане РЖЖ. РЖЖ это Тир 1 клан мира. Ну, или Тир 2. Я не помню. После клана Фермера. Окей. Смотрим дальше. Что ему напишут личные сообщения? Я у тебя в ДР навсегда. Жду видео, брат. Моя мечта сбылась. Брат, брат, брат. Че не спишь? Просто посмотрите. У него же есть даже его фанат. Его подписчики, которые его обожают. И хотят быть с ним все время на связи. Ну, что же. Леди и джентльмены. Переходим в элементарь. Дядь, как тебе этот ножичек? А хотел бы его себе? Конечно, хотел бы. Тогда залетай на булдропчик. Потому что на булдропчике прямо сейчас проходит нереально крутая пасхальная акция. Также прямо сейчас на булдропчике проходит нереально крутой ивент с буллпайсиком. Который ты можешь совершенно бесплатно получить. Все эти ножички. На булдропе ты можешь получить топовый дроп. А самое главное. Я тебе дарю халявную голдишку. По моему промику. Смотри закрепленный комментарий. Ну, а мы идем дальше. Шпуньк. Эээ, в смысле скорпион-боксы? А зачем тебе скорпион-боксы? Зачем ты их... Слушай, ну я штучку открою, брат. Ну я надеюсь, ты уже не против. Одну штучку. Пока никто не видит, штучку откроем. Почти. Вендрега, прикиньте, а тут он был, брат. Так, я вижу у него 3200 голдишки на балансе. Неплохо. Реально неплохо. Смотрим дальше. Что? Это у типа столько подписчиков и такой инвентарь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пар перчаток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ножей. Не, я, конечно, все понимаю. Братан, откуда вам? У вас же даже рекламодателей нет. Тут 100 тысяч подписчиков, по сути, в мире ютуба. Это еще начинающие ютуберы. Но у него такой дорогой инвентарь. Обалдеть. Вы еще посмотрите на его паттерн. Паттерн реально очень красивый. Окей. Листаем дальше. Что же мы тут видим? М-40 монстр. Ого. 20 колоды. А у меня тоже есть М-40 монстр. Ага. Ага. Не удивляйтесь, ребятки. Тут есть АКР-12 Риот. Это очень другой АКР-12. Он стоит сколько? Тысячи полторы колоды. Да. М-ПСМ Близзор. То есть мы видим, у него реально очень крутые скины. Вы посмотрите на его АКР-Некроманцер. Это же 4 хлоуин-наклейки. Обалдеть. Его инвентарь, примерно, я считал, стоит 100 тысяч голды. Вы просто посмотрите на эту сосочку. Но от продаваем. Могу бы купить АВМ какой-то и покруче. Например, АВМ Генриста Трек с 4 хлоуин-наклейками. Я считаю, это было бы гораздо круче. Но, тем не менее, взять тоже очень-то неплохо. Этот инвентарь стоит 100к. П-90 Гульста Трек. Ну, то есть, все нормально. Посмотрите, что я не обратил внимания. Я не обратил внимания. У него есть USP Генезис. Вау. 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 Он стоит, между прочим, 22 тысячи голды. Не так-то и дешево. Еще и 3 дорогущих наклейки Арканы. Поэтому он реально инвентарь стоит 100к. Так, давайте посмотрим на Desert Eagle Red Dragon. И тут есть 4 самурая. Блин. Вот честно. Вот, иногда бывает обидно, что я не с камерой. Потому что так хочется себе прикинуть этот замечательный скинчик. Я его люблю. Вы посмотрите, он прелестный, красивый, симпатичный. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто не могу. А вы посмотрите. Он еще и трейдер. Он закупает граффити Арканы и ждет, чтобы они подорожали. Ну, дядь, ну придется долго ждать. Реально, придется долго ждать. Так, а что у него по наклейкам? Наклейки больше дорогих не вижу. Ну, то есть, это аккаунт уже такого плюс-минус среднего-начинащего ютубера. И он стоит 100 тысяч голды. Давайте мы сейчас чекнем запросы. Запросы на покупку и запросы на продажу. Ребята, я вижу, что это все по дефолтику. А, он продает там комоночку с четырьмя наклейками. Ха-ха-ха-ха. Брат, ну ты, конечно, губу раскатал. Ребята, и этот аккаунт стоит 100 тысяч голды. И прямо сейчас мы переходим на аккаунт номер 3 ютубера, у которого целых 500 тысяч подписчиков. Погнали. Знакомьтесь, аккаунт Энигматика. Энигматика это ютубер, у которого реально прямо сегодня полмиллиона подписчиков. И вот в момент съемки этого видеоролика у него полмульта. Поэтому Энигматика, братик, с юбилейщиком тебе, родной. Ну чё, ребята, давайте смотреть, что же и как. Мне очень интересно посмотреть, какой же будет аккаунт вот такого крутого, популярного ютубера. Потому что полмиллиона этого мне хухры-мухры. Давайте начали посмотрим, как же играет молодой. 20% побед. Дядь, ну я чуть ничего не понимаю, ты чё такой, ну? В четвертом сезоне Рейнджера слабоватенько. В третьем сезоне чемпион. А во втором сезоне легенда. Ну сразу видно, когда парень играл. Когда парень был очень начинающим ютубером. Когда у него было много времени. Когда он старался. Калибровался. Поднимал легенду. Сейчас уже зажрался. Уже смотрите, уже даже, ну, особо не играет сынок. Посмотрите. За весь этот сезон он отыграл всего лишь 10 каток. Так, у него звание Голд 4 в союзниках. В прошлом сезоне Феникс. А в позапозапрошлом Элита. В общей статистике у него 5200 часов. Что? Братан, ты вообще что-то видишь? Помимо стендоуфа у тебя вообще жизнь какая-то есть. Личная. Обалдеть. Точность 40%. Дядь, ну что-то маловато. Даже у меня побольше. Давайте посмотрим, как играет молодой. А он играет в 0,5 кд. Ну и ну бас, конечно, и нигматик. Тут он как играет? О, тут в 2 кд. Тут нормально отыграл. А тут как отыграл? Тут отыграл опять минус свой кд. Эх, аникматик и нигматик. Я бы его в дуэльке один на один бы затащил. Ну братва. Хэш, что я говорю с этим новым Галимым? Также у него есть личный клан. Посмотрите на эту замечательную, красивую аватарочку. Мы сейчас можем даже кого-то кикнуть с клана. Ну конечно же мы это делать не будем. Мы против этого. У него 300 друзей. Ну понятно. Ну тут по дефолту по другому и не могло быть. Я твой подписчик. Можно в клан? Умоляю. Ответь. Я тебя твой досмотрю. Конечно можно делать. Конечно. И в друзья можно, и в клан. Сюда можно. Ребята, что ж нельзя. Настя, привет. Опа-па. Энигматику написала девочке, ребята. Обалдеть. Это редкий момент. Такой шанс нельзя выпускать. Поэтому давайте напишем. Ху. Морки, бишь, привет. И блин, я не понимаю, почему никто у него не просит голдишку? Я твой сап. Ты топ, стимой. Дальше желаю удачи при движении канала. Блин, ну я отвечал. У меня в сообщении все просят голду. Тут никто. Ку, ты как? Норм. 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 Я даже не знаю, почему я решил отвечать на его сообщение. Тюма, привет. Купили по симпризам. Да. Ура. Пошли по прошайке. Не, ну реально. У меня такое ощущение, что у мелких ютуберов никто вообще голду не просит. Давайте смотреть его инвентарь. Самое-самое интересное. Вы все заждались, я тоже. Три, два, один. И, так, я закрыл глаза, я готов удивляться. И... Что, что? Что, что? Что, что? Не, подождите, это прикол какой-то? Подождите, я еще не переспрашиваю, у него основной аккаунт или нет? Еще, подождите. Алло, братан, салам алейкум. Это твой основной аккаунт? О, он ответил. Пишет, да. Ой-ой-ой, братва. Я оставлю карту в описании для помощи малоимущим ютуберам. Дядь, куда делается весь твой инвентарь? Обалдеть, вы посмотрите. У него инвентарь стоит дешевле, чем у ютубера, у которого одна тысяча подписчиков. Обалдеть. У него есть всего лишь один тай-дай, один дезрил винатор. Ну хотя бы у него есть, хотя бы АКР какой-то нормальный, красивый. Хотя бы АКРчик есть. Блин, ребят, ну как-то жалко. Такое ощущение, как будто он с Африки пришел. Это не АКРчик, дядь. У него аккаунт на 5к голды. У него реально аккаунт на 5к голды. Он даже комонки не продает. Посмотрите, насколько же он бедный. Ну ладно, не 5к. Потому что у него есть там стикер зомби, есть там ножичек тай-дай, там есть еще какие-то прикольные скины. У него аккаунт стоит, давайте сейчас я посчитаю и вам скажу точную сумму. Барабан на дроп. Аккаунт этого нуба Галимова стоит 8. 8 тысяч голды. 8 тысяч, дядь. Я-то думаю, знаете, я-то думаю, что мне дал так просто аккаунт, потому что обычно все ютуберы такие типа, Кент, я тебе аккаунт дам, но давай по ДМке, чтобы я не переживал. И не мать, у него вообще все равно аккаунт, ему нечего терять. Когда аккаунт стоит 8к, блин, не мать. Братова, помогите, пожалуйста, кто может, кто может помочь. Есть такие люди, которые могут помочь бедному ютуберу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а прямо сейчас мы переходим к следующему ютуберу. Приятного просмотра. Погнали. Салам алейкум. Узнали аккаунт? А это же мой аккаунт. Прямо сейчас мы, ребята, зайдем на аккаунт вот такого популярненького ютубера. Полтора миллиона подписчиков, а если точнее, миллион шестьсот. Вот так вот, ребята. Не удивляйтесь. Миллион шестьсот подписчиков. И прямо сейчас я вам все покажу и расскажу. Давайте смотреть. В прошлом сезоне у меня был рейнджер. Неплохо, ребята. Ну реально, сразу видно, что киберспортсмен, ютубер, в позапрошлом мастер. Ну а во втором сезоне у меня была обратно-таки элита. Блин, получается, ты раньше играл лучше, чем сейчас? Что? О, ты венок. Смотрим, что у нас по союзничкам. Ой, ребята. Ну голодан, ну не обращайте внимания, ну блин. Ну я просто не играл особо с лендов. В четвертом сезоне мастер. О, вот это делает искрены. Сразу видно, киберспортсмен это элита в третьем сезоне. Как вам такое? И в общей статистике у меня, конечно, плюсовой кд. И самое-самое главное, у меня рекордное время в игре. Ни у одного человека нет такого онлайна, как у меня. Десять тысяч сто часов. Просто посчитайте, сколько дней реальной жизни. Я потратил на стендов. И напишите, пожалуйста, в комментариях, кто напишет правильно. С меня голодишечка. Так, смотрим историю матчей. Как я играю, ребят. Ну сразу видно, ну сразу киберспортсмен в 2 кд. Мне просто время, ну, мы попадаются, поэтому я откалибровался на гол 2. Так бы, конечно же, элиту бы апнул. Давайте почитаем мои личные сообщения. Вот тут-то будет самое интересное. Посмотрим, я обоим пишет. Привет, привет. Ку. Я подписан. О, он даже не просит голду. Ну давай, я напишу. Ку. Добавь меня, друзья, пожалуйста, делать. Ну я бы тебе добавил бы. Но не могу. Ля, у него ник тренер за одну голду. За одну голду. О, пацаны, что понимали свое видео после стрима? Кто помнит дуэль с мастер-кардом? Это тип мне кинул на полтора козыря. Пишет, я тебе тысячу рублей кинул. Ага, кинул, ничего ты мне не кидал. О, ребята, пишет джентльмен. Да, джентльменчик, ты че там закончил пассив или как? Гу один на один или бот? Алло, алло, кент, кент. Вот бот, даже подписчику не ответил. Ну тебя, это просто вас много. Ну, кстати, я удивлен, никто голдишку не просит. Неужто моя аудитория поумнела? Братва, если так, то я вас люблю. Не, ну даже если не поумнели, я все равно вас люблю. Короче, я всех люблю. Смотрим дальше, что же у нас по инвентарю. Вот тут-то, ребята, приготовьтесь. Простигнитесь, я взлетаю. О, май. Ну, покажите, дешевки, дешевки. Во-первых, у меня 52 тысячи голды на счету, между прочим. Между прочим, богатая жизнь, она такая. А теперь давайте посмотрим, что же у меня по Скорпион-кейсечкам. Ой, ребята, у меня их тут штук 200. То есть это уже плюс 20к голды. Плюс у меня еще 50к голды на балансе, уже 70к голды. Уже. 70к голды просто с лету. Я показываю. Мою гордость, это мои арканы, мой инвентарь. Инвентарь. Блин, я прям, я прям в шоке сам с твоего инвентаря. Какой же он красивый. Четыре пары перчаток. Ну да, перчаток маловато. Но ножей-то, посмотрите, какие ножи. Два стилета, кукри, флипнайф, кунайс, скорпион, танты, же команда. Кирамбит голд. Да-да-да, господа. АКР Трэшер Хантер 100 трек. М-16 Шотган 100 трек. Фомас Юрия 100 трек. Да, блин, да я просто батый счет в мире. М-40 Монстр даже есть. Кстати, недавно появился, мне подарил подписчик. У меня прям реально очень дорогой инвентарь. Кто угадает приблизительно хотя бы сколько он стоит, тот от меня получит промик. Да-да-да, вам не послышалось. Пацаны, пишите в комментариях, сколько он стоит. USP геометрик даже есть. Просто лежит у меня в инвентаре, я его даже не применяю, он мне не надо. Тестер Игл Якудзе. Кстати, да, скоро я себе хочу купить Тестер Игл Якудзе 100 трек. Ну, это так, это так, поняли, это время. Вы там не думайте, что я бедный. Дальше у меня пошли эмочки Некромонстеры. Вы скажете, зачем тебе их так много? Ну, я просто решил стать трейдером, поэтому я их закупил. Мне трейдеры говорят, закупай Ориджин Коллекцию. Я вот их закупил. Поэтому у меня теперь так много Ориджин Коллекции. Смотрим дальше. Тестер Игл Якудзе 100 трек, это моя гордость. Ребята, вот эту вот USP я выиграл в дуэли. Вы посмотрите на эти четыре Хэллоуин-наклейки. Я думаю, уже каждый из вас, если вы подписчик, видели этот USP в дуэльке хотя бы раз. Обалдеть, да? Ну, реально, крутой нанитарчик. Листаем дальше. Тут, ребята, уже пошли всякие там наклеечки. Мне просто лень их продавать. Я бы их продал. Реально, лень продавать. Вот это заходить, продавать все по штучке. Вот я жду, чтобы разобочки вели, чтобы можно было продавать сразу по 20 наклеек, а то и по 30. Дальше пошли графики и паки. Ну и все, все, все по дефолтику. Вам же всем интересно. Кент АПК. А что у тебя за клан? А, подожди, клан Маслята. Маслята! Хэштег Маслята топ! Ну, так, давайте дальше к делу. Сколько же стоит вот этот дорогущий инвентарь этого богатого, успешного ютубера Кент АПК? Внимание, цена этого аккаунта, ютубера, полтора миллиона подписчиков, 330 тысяч голды! Вот так вот, мужики, могу себе позволить богатая жизнь! Поэтому, братва, переходим, подписывайтесь на мой телеграмщик, потому что я такой богатый, что делюсь с вами голдишкой. Мне не жалко любых любимых подписчиков. Поэтому, братва, не забудьте подписаться на мою телегу. Ну, а прямо сейчас мы переходим на самый крутой аккаунт, самого популярного ютубера ТикТака, у которого целых 4 миллиона подписчиков! Знакомьтесь, это ТикТак, и это самый богатый ютубер в игре, в стенд-оффе, в реальной жизни и просто везде! И плюс у него очень много подписчиков! Ну, шо, мужики, давайте посмотрим, что же есть у него. Первое, что вижу, просто иди, просто иди, просто иди, просто иди, дащи, иди! Ой, ты падали, а иди, 6 и 0, 0, 0, 0, 0! А я тоже хочу такой, эээ, а иди, а? Ладно, давайте, смотрим дальше, что у него по рамочке. О, мы можем поменять рамку, а не, не можем. Ага, а знаете, почему мы не можем поменять рамку? Потому что у него, ее нету, а знаете, почему у него нету рамки? Потому что он стендов не играет, у него 26 уровень, камон, мужики! 26-ой! Это прям очень маленький уровень, но давайте посмотрим, что же у него там по профилю. Ага, таки, он прошел калибровку в пятом сезоне, а в четвертом не прошел, че я тебе? В четвертом сезоне калибровку не прошел, а в пятом прошел, и при том сразу до Феникса. Что у него в союзниках? Гол 4, 80% побед, ну я скажу честно, я как друг Тиктака, я скажу честно, пацан, он жесткий тип. Рально, ну нормально шпилить, молодой! В четвертом сезоне у него тоже нету ранга. Блин, а че это прикол? Он че целый год вообще не играл ни в союзнике, ни в ММ? Блин, обалдеть, вот этих так-то тип. В третьем сезоне у него Феникс, и во втором сезоне, а, а второй сезона не было, опять забыл. В общей статистике у него 3 600 лайна и 2 20 кд. Окей, нормально. Клан, клан киборги. Ну и как мы видим, мы лидеры клана, ребят. Все как положено, все как надо, все нормально. Я голды увидел. У него! 181 тысячи голды! Обалдеть, не встать. Так, давайте посчитаем его личное сообщение. Просто посмотри, ему пишут каждую минуту, каждую минуту. Вот этих так полярно, я даже не ожидал. Я твой подписчик. Го Доль с моим другом. Привет, привет. Привет, Тиктак. Можно принять в друзья? Давайте, пока Тиктак не видят. Примем. Ай, блин, дядь, ну не повезло. Вот, я бы его добавил в друзья, но не повезло. Ты, блин, и что? А че вам все батом называют? Ты дно, грибы дно. Посмотрите, даже у Тиктака никто не просит голдишку. Хэштег не душатит уберу. Ну, тут просто так написано. Дай голды. О, наконец-таки мы нашли хотя бы одного попрошаечку. Дай голды пожи. Ладно, ребята, я знаю, что тебе так и самое интересное это инвентарь. Давайте смотреть. Блин, у меня даже зависает. Что? Третий футбокс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Обалдеть. Обалдеть. Что? Это его инвентарь? У него только перчаток одних сколько? Двадцать пять, двадцать шесть. Тридцать пар перчаток. Куча ножей, куча стилета. Раз, два, три стилета. Три кукри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь тысяч кул. И даже есть Хармони. Вы знаете, сколько они стоят? Они стоят девяносто три куска. Только не говорите, что еще кирголд есть. Обалдеть. А когда ножи закончится? Когда ножи закончится? Тик-так. Тик-так. Еще есть кирамбит голд. Это вообще, ребята, просто что-то с чем-то. Это самый другой аккаунт, который я видел. У него еще есть М40 монстр статрек. Давайте его применим. Семьдесят восемь тысяч голды. Да блин, это вообще самый другой аккаунт в мире. М9 байонет драгон глэс. Который стоит двадцать пять косарей. Обалдеть. Дядь, ты ненормальный. Дезер Игл Якунзи статрек. У него есть абсолютно все самые дорогие скины. Я-то думал, что я богатый. Я нищий. А. А. АВИКТХ. Обалдеть. Мне кажется, проще сказать, чего у Тик-така нету. Вы еще посмотрите, какой АВИКТХ. С ЧАРМом В2 и с четырьмя Хэллоуин наклейками. Не, ну конечно, ребята. У Тик-така тут голды. Можно лет сто снимать контент. Там, знаете, всякие видео, типа, покупать скины, сколько меня замочат и так далее. У нее тут голды просто трындиц. Обалдеть. ЮСП геометрик даже есть. Посмотрите, как много G2 с 2 Неста. Тик-так, ты нереальный. Блин, ребята, я потом очень долго буду считать, сколько же стоит у него инвентарь. Также я просто уверен, что... Фомас монстр, это такое, пыль. АВМ Спорты, пыль. АВМ Спорт В2. Да, это дорого, для вас это редкость. А Тик-так с ним должен играть. Просто лежит. Я хочу посмотреть на ИСП... Ля, просто посмотрите, какие у него наклейки. На Кэр Спорте, такие наклейки. Ты нормальный. Дядь, ты какой-то сумасшедший, честно я тебе говорю. Ребята, это просто фиаско. Я никогда в жизни не видел, насколько дорогих инвентарей. Это реально самый дорогой инвентарь, который я вообще просто когда-либо мог видеть. О, о, так. ЮСП станколотый, дефолтик. А где ЮСП Генезис? Только не говорите, что у него его нету. У Тик-така нету ЮСП... Да блин. Да стоп, да бред какой-то. Я-то думал, Тик-так богатый, у Тик-така даже нету ЮСП Генезиса. Слушай, давайте знайка мы лучше проверим, есть ли у него ЮСП Генезиса или нет. Я выберу Nemless коллекция. И давайте посмотрим, есть ли у него ЮСП... НЕТУ! Тик-така реально нету ЮСП Генезиса. Ого. А Финфолезер? И Финфолезера нету. Тик-так. А G202 релик? И G202 релика нету. Не такой уж Тик-так-то и богатый, если даже у него нету. Я думал, у него есть вся Nemless коллекция. Чаром Блэкспота нету. Аучпочмак. И Аучпочмака нету. Да, ребята, вот это, конечно, да. У Тик-така максимально странная голда. Ой, я случайно, что я гифтбокс не открыл. Тик-так бы меня прибил. Он стоит там миллиард голды, ребят, прикиньте. А как мужика, зачем те комонки? Дальше пошли, ребят, наклейки из Хулуин коллекции. У него их просто тут... Ну, ну не прям много. Ну, штук, наверное, 20, я думаю, есть. Обалдеть. Ну что же, ребята, вы готовы узнать, сколько же стоит аккаунт Тик-така? Прямо сейчас я вам скажу цену. О, у него еще есть очень много опыта. Пока Тик-так не видят, применим, штучка. Все, пацанок, никому. Мне просто лезли с самого верха, так я нажал примить опыт и все. Итого, аккаунт этого Пинча Галимова, этого Ребажуя, стоит... Девятьсот пятьдесят тысяч голды! Вам не послышалось? Обалдеть. Короче, ребята, если вам понравилось подобное видео, обязательно проживите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всех обнял-приподнял, всем удачки, всем пока-пока!